МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости других видов спорта можно будет узнать из бегущей строки, которая будет сопровождать нашего беседа с Николаем Цуканом. Николай Владимирович, а для вас какая спортивная новость самая важная на сегодняшний день? Ну, то, что совсем недавно произошло, это было объявлено, что 23-й год будет год корпоративного спорта. В Ульяновской области. В Ульяновской области. И я вижу в этом особое значение, потому что в истории спорта очень часто показывают, когда отдельные организации, например, спортовый клуб «Динамо», «ЦСК», «Локомотив», они являются таким движком, который мог очень мощно продвигать виды спорта через организации, потому что, в общем-то, это культура, которая от организации идет уже в массы. Поэтому я думаю, что это будет интересно. И это решение, кстати, губернатор Сергей Морозов озвучил на коллегии Минспорта, куда мы, собственно, и отправляемся. Дальше прыгнуть, метко выстрелить, больше других поднять гирю. Сферосийский комплекс ГТО становится неотъемлемой частью жизни ульяновцев. Чтобы увековечить имена героев комплекса, создали региональную книгу рекордов ГТО. Далеко не каждый город страны может похвастать ее наличием. Книга рекордов ГТО, это в первую очередь очень почетно. Он войдет в историю ГТО Ульяновской области и останется в ней на долгие времена. Книгу рекордов ГТО презентовали на ежегодной коллегии Минспорта, где подвели итоги ушедшего в историю 2020-го. Конечно, он был труднее многих предыдущих, отмечают специалисты спорта. Однако борьбу за очки голы и секунды никто не отменял. Поэтому наравне с подведением итоги работы отрасли строят амбициозные планы на будущее. Год был 2020-й сложный, но очень интересный. Для себя мы открыли новые большие направления. Это работа в онлайне, работа на цифровизацию отрасли. И самое главное, что спортсмены объединились, приняли эту ситуацию и вместе мы вышли довольно-таки победоносно из нее. Мы поставили задачу в каждом муниципальном районе Ульяновской области открыть отделение Олимпийского совета. Я думаю, что это обязательно будет толчком к развитию олимпийских базовых видов спорта. Один из олимпийских базовых видов спорта в Ульяновской области – это тяжелая атлетика. Региональные штангисты на Всероссийской арене в последние годы выступают все лучше и лучше, возвращая былую славу времен Олимпийского чемпиона Димитра Граца Юрия Захаревича. Очередной шаг в развитии штанги – подписание соглашения о сотрудничестве с Федерацией тяжелой атлетики России. Уже за 4 года создано достаточно много в прошлом году. В августе месяце мы открыли хороший здесь центр. И надо эту хорошую традицию, хорошую тенденцию продолжать. И, безусловно, новые залы, специалисты в залах, новые детишки в залах. Кроме этого, в рамках соглашения уже в ближайшие годы в Ульяновской области намечено проведение нескольких крупностей российских соревнований по тяжелой атлетике. А не исключено, что даже международных. Также ульяновцам предстоит участие в Олимпийских играх в Токио. 2021-й, как и предыдущий год, наверняка будет трудным, но не менее интересным. Итак, вот на коллегии было подписано соглашение областной федерации тяжелой атлетики с федерацией тяжелой атлетики России. А вот есть ли такое соглашение федерации хоккея в Ульяновской области с федерацией хоккея России? Наша региональная федерация, и она относится к федерации хоккея. Мы также посещаем на коллегии, ездим в семинары. Мы также постоянно в работе с центральной нашей федерацией. Я считаю, что не всегда нужно формализовывать документы какими-то соглашениями, потому что это есть текущая работа, как любой малой организации, которая входит в большую организацию, и это, в общем-то, постоянно идет в диалоге. Возможно, что заключать соглашение мы будем на какие-то отдельные объекты, когда нужна такая, скажем, помощь от центра в создании, например, третяк-арены. То есть вот эти моменты, они, наверное, стоит их заключать. А вот полностью формализовывать, что мы будем с ними взаимодействовать. Мы взаимодействуем, мы работаем. Это нормальная, обычная работа. Обычная работа сейчас у нас и у ульяновских борцов, классиков, которые готовятся к первенству России. В Ульяновской спортивной школе «Борец» в разгаре вечерняя тренировка. На ковре два десятка ведущих атлетов региона. Наставникам Сергея Маврину и Андрею Чернову отдыхать не приходится. Сборная области готовится к самому главному старту сезона. Первенству России для тех, кому нет еще 18-ти. Стоим вот так, по всем спиной получается. Перевод сюда выталкивай ближе таза. Пошли. Впервые за последние несколько лет Ульяновская область на первенстве России будет представлена шестью борцами. Это в три раза больше, чем год и два года назад. Этот количественный прогресс в тренингском штабе команды объясняют системным подходом к оплетованию коллектива. Ведь костяк сборной был сформирован еще три с половиной года назад. Это коллективная работа. Это одно из главных. Есть массовость, есть работа, есть спарринг, есть соревновательный процесс и выездные соревнования. И это за счет этого и получился такой результат хороший. Илья Босоногов один из лидеров нынешней ульяновской сборной. В его копилке уже есть бронзовые медали первенства России и Кубка страны, завоеванные в минувшие два года. Эти награды позволили воспитаннику четвертой спортивной школы попасть в национальную команду. Теперь в ее составе он тренируется на постоянной основе. Проходили три сбора. Первый был в Подмосковье, второй в Кабардино-Балкарии, третий вот в Нижнем Новгороде только недавно приехали. Конечно, соперники очень сильные. Настроен как бы, готов бороться, занимать призовые места. Но не только количество, но и качество намерено блеснуть в финале первенства России сборной региона. Кроме Босоногова, тренеры областной команды надеются и на успех Даниила Сершова. Недавно он выиграл первенство Привожского федерального округа. Причем сделал это так уверенно, что многие специалисты в один голос заговорили о самобытном стиле борьбы еще совсем юного ульяновского атлета. Обычно ставят в партер. И из-за пассивности я выиграю баллы в партере, накат или обратно кидаю все. Алимамед Гурбанов и еще один победитель первенства ПФО Арслан Абакаров, а также Назарий Шамсудинов и Дмитрий Шайгородский. На этот квартет у ульяновских тренеров тоже медальные планы. Андрей Чернов говорит, что у его подопечных все в порядке и с силой, и с техникой, и с психологией. Характер у них есть, особенно ребята-лидеры, которые занимают первые места, у них свой стержень уже есть. И они, конечно, каждый показывает свое «я». Естественно, с ним сложно. Ну и надо вот найти к ним ключики. Судя по тому, что сборная Ульянской области будет представлена в Омске в шести весовых категориях, тренеры региональной команды действительно подобрали ключики к своим подопечным. Теперь слово за борцами. О том, сколько медалей привезет команда из Сибири, узнаем 2 марта. Николай Валерьевич, я знаю, что и вы не прочь побороться на ковре. А как думаете, наши борцы классики смогут вернуть былую славу в времен того же Константинова, например? Борьба делает людей атлетами, а атлетичные люди, они всегда очень хорошо смотрятся и знаковы. Поэтому в нашем регионе, например, на классику это особое внимание. И я могу сказать, что в ближайшие годы они были... Вот форум России спортивной державы, пресс Карелина, это заставило еще раз обратить на это внимание и смотивировать. Региональное министерство увеличило финансирование в этот вид спорта. Инна Туржукова стала чемпионкой мира. Я думаю, что мужчины совсем скоро будут давать блестящие результаты, потому что, в общем-то, для этого делается много, и для этого делается всеми. Не только тот, кто развивает борьбу, а полностью региональное министерство. Мы понимаем, для нас это и база, и тренерский состав, и ребята. Все, в общем-то, для того, чтобы правильно сделать старт. Ждем побед. Вот вы упомянули тренеров, и, конечно, очень важная роль тренера успеха спортсменов. И хороший тренер, наверное, все-таки на пересчет. Об одном из таких мы сейчас и расскажем. Показать технику баскетбольного броска и разобрать комбинацию с заслоном. И исключительно на собственном примере. Анатолий Исаев вот уже больше полувека учит ульяновских мальчишек и девчонок лучше игре с мячом. Воспитанник основателя региональной школы борьбы Никиты Викторовича Пьянкова в своем детстве Исаев, тем не менее, выбрал командный вид спорта. Почему я выбрал баскетбол? Ну, наверное, потому что это коллективная, во-первых, игра. Требует именно единоборство. Любил я этот баскетбол с малых лет, со школьной, с камней, как говорится. Начинал простым учителем физкультуры в 38-м лицее, а потом в конце 60-х перешел работать тренером в городскую детско-юношескую спортивную школу. И предан ей до сих пор. За это время через его педагогические руки прошли тысячи детишек. Многие из них добились больших успехов. Например, знаменитый учитель физкультуры Владимир Мендельсон, мастер спорта страны Наталья Галкина и даже двукратный чемпион мира, хоккеист Сергей Наумов. Кроме баскетбола, Анатолий Андреевич научил нас идти к цели, добиваться своего, например, в учебе, в жизни. Разумеется, он авторитетный и в плане опыта, и возраста тоже. Также, ну, я не скажу, что он строгий, но требует дисциплины. Требует сильный тоже. В баскетболе Исаев нашел не только призвание, но и свою вторую половинку. Надежда Анатольевна Жук когда-то жила в Череповце. Также тренировала детишек. В середине 80-х они пересеклись на всесоюзных соревнованиях. С тех пор не расстаются. У них две дочери, кандидаты мастера спорта. Разумеется, по баскетболу. Ну, по отношению к детям заботливые, внимательные. По отношению к работе – это его основное дело. Ну, а домашние дела во вторую степень. В конце февраля Анатолию Исаеву 80. Но он не собирается на пенсию. Он по-прежнему ведет по шесть тренировок в неделю. На одной из них и побывала съемочная группа программы «Реальный спорт Ульяновск». Все полтора часа занятия Анатолий Исаев провел на ногах. И присел только лишь однажды, когда отвечал на наши вопросы. Я вообще в больницу не хожу. Таблетки ни одной не глотаю. В основном у меня в саду, в огороде и мелиса растет, и мята растет, и колгановый корень, и травы разные лекарственные. Летом покопаться в огороде и сходить на рыбалку. Анатолий Исаев, конечно, живет не одними тренировками. Но без баскетбола Исаева уже трудно представить, как и весь ульяновский баскетбол без Исаева. Кстати, сегодня день рождения еще и у олимпийского чемпиона по легкой атлетике Владимира Крылова. И мы поздравляем Владимира Валентиновича и его. И, конечно, поздравляем еще раз Анатолия Андреевича. Желаем ему крепкого здоровья и многих плодотворных лет тренерской деятельности. Николай Валерьевич, а вы кого считаете своим наставником? Кто для вас пример? Конечно, я помню первого тренера, но я хотел сказать сейчас о тренере, который вывел меня в мастера. Это Михаил Янкович Дерябин. Он ныне покоен, но он заслуженный тренер России. Он подготовил много мастеров спорта. И в честь него в Метрограде проходит мастерский турнир по самбо, по боевому самбо. И, естественно, это как второй отец, который, в общем-то, я думаю, для любого спортсмена. Тренер всегда знаковая фигура, мы всегда о них помним. И это нам дает какие-то определенные дополнительные силы и память. И здесь, наверное, можно говорить долго. Я люблю своего тренера, я об нем помню. Честь и хвала ему. Ну а следующий наш сюжет о том, где наш сегодняшний герой студии был одним из главных героев. Репортаж следовой арены «ФОК Лидер», где прошел Кубок Героев России по хоккею. 12 матчей за три дня. Вот такой напряженный график у участников первого в истории Ульяновской области Кубка Героев по хоккею. Его инициатором стал командир 31-й бригады ВДВ Владимир Селиверсов, Герой России. Спорт – коллективная игра, чувство коллектива, чувство локтя. И в командировке то же самое, когда рядом с нами бойцы находятся. Естественно, на льду то же самое, чувство локтя, чувство товарищества, чувство взаимопонимания. Восемь команд бьются на льду «ФОК Лидер». Семь из них представляют славовые структуры региона – УВД, МЧС, Росгвардию, ВДВ, прокуратуру, УФСИН и ФСБ. К ним добавляют сборную правительства региона, в составе которой реальные министры, их заместители, а также самый опытный участник соревнований – декан УЛГУ, 61-летний Владимир Вальцев. Конечно, для нас это радостное событие. Я надеюсь, что этот турнир станет для нас ежегодным, традиционным для нашего региона. Правда, жребий к команде правительства не благосклонен. В первой же встрече играть доводится с главным фаворитом – сборной ВДВ. В итоге – досадное поражение и вылет во вторую группу. А десантники, вдохновленные успехом, и в дальнейшем громят всех соперников. И выигрывают главный трофей – переходящий кубок. Если вы лидер, то победа вам важна в любом случае. Ну и воздушно-десантные войска – это воздушно-десантные войска. С таким командиром победа на любой ценой будет добыта. Галкипер-десантников Денис Жилкин в итоге стал самым непробиваемым на турнире и получил приз лучшего вратаря. Форвард команду УФСИН Евгений Константинов получил звание лучшего нападающего. А лучшим обороняющимся стал защитник прокуратуры Сергей Никитин. Всем им вручили индивидуальные призы. Через год сборной ВДВ придется защищать титул. Действительно жаркие хоккейные баталии. Николай Иванович, а как часто мы в «Фок-лидер» будем наблюдать вот такую мужскую борьбу? «Фок-лидер» работает сейчас практически круглосуточно. Каждый выходной мы стараемся насытить событиями и праздниками и турнирами. На непрофессиональной хоккейной лиге, ночной хоккейной лиге, работает спортивная школа, это масса детских турниров. Сейчас мы провели Кубок Героев по инициативе камприга «Герои России», где были жаркие баталии среди специальных подразделений, силовых структур. Впереди мы планируем Кубок «Динамо», поэтому «Фок-лидер» всех ждет, болельщиков. Мы после пандемии решили все это массированно атаковать радостью, спортом на нашей площадке. Ну и вы пришли к нам в студию не с пустыми руками, насколько я понимаю. Конечно, ваша передача новая. Я бы хотел сделать такую традицию, чтобы приходили люди и давали вам какие-то сувениры и память, чтобы они у вас копились. Сегодня я бы хотел благодаря Истягиной Лисеевой, Елене Александровне, музее спорта наш центральный, подарить вот такую афишу. Это 46-й год, это первая афиша вообще в истории хоккея, нашего советского, российского хоккея. Это фотография команды ЦСКА, ну и это награды, которые прошли среди Кубка Героев. Это вам подарок. Спасибо за подарок. На этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Встретимся с вами через неделю. С вами был Михаил Русашанский. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин